Всем привет! Это мы на Золотых Скалах. Мы сейчас зайдем... Как ты могу? На скалу... Мы сейчас находимся на Золотой Скале. На Золотых Скалах. На Скалах Золотой Камень. Да, и мы на верхней отметке забрались сюда, по такой довольно отвесной скале. Сейчас находимся прямо на обрыве. Сидим, записываем для вас это видео. Вот наши ноги маленькие, но очень проворные. И вот еще папину ноги. Ну, смотрите, за то, что мы так долго трудились, вы поставьте, пожалуйста, лайк. Да, мы очень много трудились ради вас. Да, хотя немного это не сложно, потому что... Потому что нам это в радость. Нам нравится ходить. По горам, любоваться такими роскошными видами. Кстати, вот это поселок Планческая щель. О, видно отсюда. Горы здесь не самой большой высоты, но тем не менее вид открывается потрясающий. Дорога проходит по лесу сосновому, хвойному. И это прекрасно. Здесь в выходные дни и в праздничные всегда многолюдно, потому что локация находится недалеко от Краснодарского... Города Краснодара, Краснодарского края, соответственно. И многие люди из города Миленника выбираются, чтобы посмотреть на это чудо природы. Полюбоваться, сделать пикник в этом роскошном природном месте. Конечно, прекрасно сюда приехать в среди недели и в тишине, полной, без людей, прогуляться. Сегодня нам повезло. Майская погода для Краснодарского края не самая жаркая, потому что пасмурно. И в Москве, кстати говоря, в это же самое время была метель, по крайней мере, вчера. Это повлияло за бортом где-то сейчас здесь. 17 градусов было. Часа два назад сейчас, может быть, не более 20. Мы практически не потеем, за исключением тех моментов, когда взбирались по скале. Подъехать сюда можно на машине практически под подножие скалы. И перепад высот составляет, написано, около 100 метров. Здесь, кстати, проглядывается река немножко. Вот ее камни. Поэтому маршрут достаточно простой. Проходят его и с детьми многие. И люди в возрасте были замечены, которые не похожи на каких-то профессиональных туристов. Здесь, кстати, есть скалолазы. Одно мы видели буквально, когда мы кушали, пили чай из термоса, который вылез из-за вот такой вот скалы. Люди со снаряжением, подготовленные. Вот. Ехать сюда примерно полтора часа, если не нарушать правила дорожного движения. Ну, тоже смотря с какой стороны, с какой точки Краснодара вы будете выезжать. Если с южной, то быстрее. Если с северной части Краснодара, то придется проехать город. И зависит дорожная ситуация от загруженности. Тот поселок, собственно, Планческая щель. Так, ну, а моя остановка закончена. Что-то вам рассказал. Надеюсь, было интересно, познавательно. Берите с собой трекинговую обувь. Она вам поможет справляться с местами, где не так полого. Всем пока.